Добрый день, меня зовут Руслан Косаренко, я иммиграционный партнер Sterling Law. Сегодня я расскажу вам об изменениях в визитерских визах, которые вступают в силу с нового года. Как все, наверное, уже знают, европейцы уже не будут пользоваться свободным передвижением с января 2021 года, а будут въезжать в Великобританию уже на общих основаниях как посетители-визитеры. Это означает, что Home Office должен был изменить иммиграционные правила для того, чтобы инкорпорировать всех людей европейскими паспортами и упростить эти правила для того, чтобы они были понятными. Одна из наиболее распространенных причин для отказа в визит визе в Великобританию ранее была на основании фальшивых документов или непредоставления какой-то информации или заведомо ложной информации. Такие заявления автоматически отказывались и все последующие заявления от данного человека подвергались автоматическому отказу и запретом на въезд в течение 10 лет. Новые правила предусматривают больше дискреции для визового офицера, который попытается разобраться в причинах, почему ложная информация либо неправильный документ были предоставлены с заявкой. Так как очень часто от лица клиента действуют не очень добросовестные агенты и предоставляют фальшивые справки, предоставляют неправильную информацию, а от этого, конечно же, страдает сам клиент. Видимо, из-за большого количества таких отказов Home Office разрешил визовым офицерам более тщательно подходить к таким заявкам и у визовых офицеров сейчас уже есть возможность рассматривать такие заявления более тщательно и требовать дополнительную информацию или даже не отказывать заявление, если, например, несоответствие информации может быть объяснено и нет доказательства того, что заявитель намеревался обманывать иммиграционные власти. Это, я считаю, является позитивным изменением в иммиграционных правилах, касающихся визитеров. Но в то же время некоторые элементы правил визитерских виз были усложнены. Например, люди, у которых есть криминальное прошлое, будут получать отказ британской визе автоматически в течение определенного срока. Возможно, будет полезно знать, что можно, что разрешается делать человеку в Великобритании, находящемуся здесь на визитерской визе. По новым правилам можно будет учиться. Короткий период времени для этого не нужно будет подавать на студенческую визу, то есть это учеба до 6 месяцев. Также можно приезжать на бизнес-встречи, командировки. Также можно привозить, отвозить товары, людей. Это также будет перекрываться новыми визитерскими визами. Другая деятельность, которая разрешается по новым правилам. Для того, чтобы узнать больше деталей, обращайтесь к нам, и мы вам поясним, как визитерские правила могут помочь вам для достижения ваших целей в Великобритании. Визитерскую визу также можно использовать для того, чтобы приезжать в Великобританию, искать эндорсера для будущей заявки на стартап, инноватор, искать бизнес-партнеров. Это также все перекрывается миграционными правилами, и это разрешено. Конечно же, по-прежнему не разрешено работать, заниматься бизнесом и учиться более 6 месяцев. Если вдруг у ваших знакомых, родственников есть отказ в визитерской визе, пожалуйста, обращайтесь в компанию Sterling Law. Мы будем рады помочь с переподачей, грамотной переподачей, грамотным обоснованием такой заявки для того, чтобы достичь позитивного результата для таких заявителей. Не забывайте следить за миграционными новостями на нашем канале. Для этого подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего, всего доброго!